Людям, получившим различные травмы опорно-двигательного аппарата, вручили специально оборудованные автомобили. Сегодня Фонд социального страхования вручил ключи от новых машин. Чем оборудованы и какие возможности есть у спецтранспорта, узнавал Евгений Тайтонов. Порядка 100 миллионов рублей в этом году направили на помощь людям, получивших различные травмы на рабочем месте. Из них 5 миллионов на переведение специальных транспортных средств. Ежегодно Фонд социального страхования закупает для наших застрахованных, пострадавших на производстве, более 10-15 машин. В этом году у нас поставка 9 машин. Вот сегодня мы видим, что наши застрахованные и колясочники, инвалиды, и ограничены в передвижении. За счет средств Фонда социального страхования России граждане, пострадавшие на производстве, имеют право на получение нового автомобиля один раз в 7 лет. Однако в год число таких людей достигает всего 15. Всего застрахованных у нас на учете более 3,5 тысяч. И ежегодно, исходя из периодичности, мы обеспечиваем где-то более 15 человек. Все автомобили переднеприводные. Для наибольшего удобства они оборудованы ручным управлением. Но, несмотря на это, все равно, как считают водители, есть над чем еще поработать. Если бы была коробка автомат, было бы еще удобнее. А так как коробка механика, то получается, как ни крути, газ, тормоз и сцепление. Уже более-менее. Но, хоть эти машины, они хотя и идут уже с электроусилителем руля, уже это, конечно, подспорье для нас, для таких инвалидов. У меня плохая левая нога, то есть с эндопротезом. Ну, я смогу и на коробке, в принципе, ездить. Но, когда будет болеть, можно и ручками пользоваться этим. Ну, все нормально. Поеду сразу. Буду эксплуатировать. В следующем году планируется заключение контрактов на поставку 18 автомобилей, оборудованных ручным управлением на сумму свыше 9 миллионов рублей. Также следует отметить, что затраты автовладельцев на горюче-смазочные материалы, текущий ремонт, а также капитальный ремонт транспортных средств будут полностью компенсироваться фондом социального страхования. Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, МВК САХА, Якутск.